Добрый день дорогие зрители! Меня зовут Ольга и я рада приветствовать вас на моем канале! Лето подходит к концу и я хочу поделиться с вами своим швейным летом. Какими вещами пополнился мой гардероб этим летом? Что я сшила для себя, для дочери? Все видео есть на моем канале и ссылки я оставлю в описании. Я шью по готовым выкройкам из моего любимого журнала Борда. И сегодняшний обзор я хочу начать вот с этого комплекта. Это брюки и блузка из вискозы. Сначала это не предполагалось, что будет комплект. Просто шились отдельно брюки, но потом под брюки мне захотелось шить блузку. Я нашла отрез у себя такой вот вискозы и получился довольно-таки неплохой комплект. Когда я посмотрела на эту вискозную ткань, я сразу же захотела шить простую, удобную, легкую блузку. Хотя ли это уже практически закончилось, но думаю, что пару раз я смогу ее надеть. Это модель 101 из 4 номера за 2010 год. Вот. Эта блузка очень легкая, идеально подходит для лета. Хоть это модель из далекого 2010 года, но она отлично вписалась в современные тенденции. Для пошива брюк я выбрала модель 102 из майского номера за 2021 года. Это такие легкие серые брючки свободного кроя с эластичным поясом, с боковыми карманами, с отрезными бачками. Сзади тоже карманы. Книзу брюки немного заужены. Классической застежки в них нет. Здесь идет такая вот обманка. Эти брюки более сложные в пошиве. Пошив футболки был не запланирован, но мне очень захотелось поучаствовать в челлендже по пошиву футболок. Я раньше никогда не участвовала в таких мероприятиях. Я решила сделать это, попробовать для себя что-то новое. Если вы участвуете в швейных челленджах, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. И как вы находите информацию о том, что будет проводиться челлендж. Это модель 104 из журнала Бурда за февраль 2021 года. Это удачная выкройка. Мне понравилась в этой модели удлиненные рукава с частично застроченными встречными складками. Единственное, что немного изменило, это углубило горловину по переду. Это домашнее платье-футболка. Домашняя одежда, сшитая из хлопчатобумажного трикотажа, очень удобно и комфортно. Я выбрала модель 116 из журнала Бурда за февраль 2011 года. Кокетка с маленькими складочками на плечах и плампки Proem делает эту модель интересной. Хорошее повседневное платье. Этим летом для своей дочери я шила три изделия. Это юбка, брюки и платье. Юбку я шила из мужской рубашки. Получилась очень экономная переделка. И я рада, что мужской рубашке я дала вторую жизнь. Выкройку я брала в майском номере за 2020 год. Номер модели 102. Выкройка очень классная. Юбка сидит очень хорошо на фигуре. И я всем рекомендую эту модель. Выглядит очень стильно и современно. Брюки прямого силуэта, слегка расклешенные к низу. Шила я их изо льна. Этот материал как раз подходит для лета. В них очень комфортно и удобно. Модель это 112 из пятого номера за 2021 год. Шьются очень легко и быстро. Так что такие брюки смогут пошить даже начинающие любители шитья. Очень рекомендую эту выкройку. Брюки без пояса, без гульфика. Змейка шивается сзади. За счет этого очень красиво и хорошо облегают фигуру. И не создают лишнего объема в районе талии. Легкое воздушное летнее платье с оборками. Как говорится, оборок много не бывает. Конкретно выкройки этого платья нет. Но за основу я взяла блоску из шестого номера журнала Бурда за 2020 год. Модель 122. Я удлинила полочку, спинку и добавила оборки по низу. Наподобие такого платья мы видели платье в магазине Симбол. И оно стоит баснословных денег. Я внимательно рассмотрела его. Нашла блоску. Немножко ее дополнила. И получилось вот такое прекрасное летнее платье. В этом сезоне мир мода не скрывает свою любовь к деревенскому стилю. И все больше людей стремится к спокойным образом. И сегодня я в платье в этно-стиле, в котором приятно прогуляться по деревенским улочкам, когда я приезжаю на дачу. Но также этот образ актуален и для города. Шила я это платье по выкройке номер 106 из журнала Бурда за пятый номер 2021 года. Кстати, это уже третья модель, которую я сшила по этому журналу. Отличный номер. К этому платью я подобрала леный купон. И купон я оформила в виде оборки по низу платья. В этой выкройке я практически ничего не корректировала. За исключением длины. Получилось такое удобное, комфортное носибельное платье. И из остатков ткани я сшила себе вот такую вот этносумку. Такие сумки набирают с каждым годом все больше и больше популярности. Потому что они удобные, экономичные, экологичные и безопасны для окружающей среды. Платья я очень люблю. И мне нравится их носить. Это платье мне понравилось с первого взгляда. Его элегантность, стильность покорили меня. Я люблю все в этом платье. Лифт, вырез, рукава, юбку. Встречные складки на юбке и рукавах создают красивый объем. Также восхитительно декольте спереди и сзади. Я сшила его по выкройке 102 из 12 номера за 2020 год. Ткань хлопок. Ее покупала еще моя мама лет 20 назад. Оно мне дорого тем, что я его сшила в памяти моей маме. Ей бы очень оно понравилось. Я получила огромное удовольствие от пошива этого платья. И мне оно очень-очень нравится. И вишенка на торте этого лета. Это платье в стиле Dolce & Gabbana. Воздушное, легкое. Шила я его из шифона с красивой цветочной расцветкой. Шила я его для поездки на море. Мы отдыхали в Турции этим летом. Видео вы можете посмотреть на моем канале. Об отдыхе. И это платье очень подошло к белоснежным улочкам Бодрума. Ну и в Харькове я его одевала много раз. На прогулку по вечернему городу. Вот так прошло мое швейное лето. И у меня уже очень много задумок на следующий летний сезон. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои следующие швейные проекты. Ставьте лайки. И напишите пожалуйста в комментариях, какой вам образ больше всего приглянулся. И большое спасибо за просмотр. Желаю вам здоровья, творческого вдохновения. Будьте всегда красивы. И до встречи уже совсем скоро в следующем видео.